В Змеевском районе создано формирование по охране общественного порядка. Создать подобное объединение жителей района подтолкнула ситуация, которая сложилась в Украине. Массовые беспорядки, захват административных зданий в разных областях страны, вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов – все это напоминает уже далеко не мирный протест. К счастью, восточная часть Украины более-менее спокойна. Большая часть жителей этой территории осуждают ситуацию, сложившуюся в стране. Хотя залетные беспредельщики пакостят и здесь, в виде поджогов и бития окон. Киев, Киев, но у нас уже в Змееве был случай погрома, разбоя. Милиция занимается, заявление мы написали. Были брошены камни, и не один, и разбиты окна. Общественные приемные народного депутата проинформируют. Наверное, мы тоже уже слышали, две бутылки с зажигательной смесью Валковского района государственной администрации были кинуты. На последней сессии Харьковского областного совета депутаты от партии региона выразили поддержку сотрудникам правоохранительных органов, одев футболки с логотипом «Беркут» и собрав для них сумму в 150 тысяч гривен. Наша с вами задача не просто дать отпор оголтелым нацистам всех мастей и доморощенным боевым хомячкам и приезжим, но и сохранить все здания в целости и сохранности. Я сегодня разделяю позицию фракции партии регионов Харьковского областного совета и тоже отдел футболку с надписью «Беркут». Мы поддерживаем не только «Беркут», мы поддерживаем все спецподразделения и всех сотрудников милиции, которые сегодня, рискуя своей жизнью и здоровьем, несут охрану общественного порядка, не допуская варваров и вандалов к погрому государственных зданий и учреждений. Штабы по охране общественного порядка создаются во всех районах области. Змеевской не стал исключением. Формирование будет работать в законодательном поле создания подобных общественных объединений, прописанных законом. Было бы, наверное, правильно, если бы мы воспользовались существующим в Украине законом. Закон предполагает создание общественных формирований по охране общественного порядка. Мы его раньше, наверное, не применяли и как бы не лоббировали, чтобы он работал в нашем регионе. Ну, скажем так, не было необходимости и вопрос такой не возникал. А сегодня, вероятнее всего, такая необходимость возникла. Не возникла, потому что, может быть, охранять общественный порядок от наших жителей и нет необходимости такой большой, да? Но не исключено, что наше спокойствие могут нарушить приезжие люди, которые хотели бы дестабилизировать обстановку в области. Хочешь мира, готовься к войне. Сегодня это высказывание, к сожалению, актуально, как никогда. Евгений Сироткин заявил, от радикально настроенных уличных боевиков можно ожидать чего угодно. Делегация Змеевского района не единожды за последнее время бывала в Киеве. И, по словам Евгения Ивановича, средства массовой информации показывают далеко не все, что происходит на самом деле. Мы два раза, наши делегации района, были на Антимайдане в Мариинском парке и видели, и знаем, что там, как это все делается. И это не мирная акция, а это напоенные специальным чаем, напоенные специальными таблетками, под видом парацетамола, все их же слов, после приема которых их тянет на подвиги. Штаб сопротивления принимают на добровольных началах людей, которым уже исполнилось 18 лет. Сегодня общественное формирование насчитывает более 40 человек, в вечернее время в городе уже осуществляется патрулирование. На собрании также избрали пять членов правления новосозданного формирования. В него вошли ветераны внутренних дел, афганцы – представители районных организаций. По закону представители общественного формирования имеют право применять спецсредства и травматическое оружие. Им также выдадут соответствующее удостоверение. Как будет называться новосозданной организации еще не решили, но дать отпор радикально настроенным молочикам в районе уже готовы.